Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно. За свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, привет! Всем привет, ребятки! Сегодня поговорим об телефончике Oppo F1S. Его, между прочим, оснастили 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Это, елки-макалки, камерафон для селфи. В Мумбаи был представлен новый камерафон Oppo F1S, который стал продолжением линейки камерафонов Oppo F. В компании F1S называют селфи-экспертом. И все это благодаря 16-мегапиксельной фронтальной камере, которая предназначена для быстрого создания качественных снимков. Примещательно, что Oppo F1S сможет заинтересовать не только поклонников авторитетных фото и видео. Например, здесь установлена емкая батарея на 3075 мА. Один из самых быстрых сенсоров отпечатков пальцев. И тройным лотком для симок и микро-SD. То есть там, получается, в лазе в один лоток две сим-карты одновременно и микро-SD карточка. Это, блин, очень практично. Наконец-то хоть один производитель сделал все по уму. И это реально круто. Итак. Таким образом, Oppo хочет показать, что всеобщая мода на гибридные слоты может вскоре подойти к концу, поскольку теперь появилась более удобная альтернатива. Так, конечно, емкий мотор. Ключевой характеристикой Oppo F1S стала 16-мегапиксельная фронтальная камера Beautiful, оснащенная сенсором на 1,3-1 дюйма и большой апертурой F2.0, которая минимизирует шумы и расширяет динамический диапазон цвета. Вместе с фирменным алгоритмом процессинга фотографий, селфи с новой камерой получаются максимально детализированными и живыми. Функция Screen Flash создает динамическую подсветку, которая меняется в зависимости от условий и помогает создавать идеальные селфи даже в условиях недостаточной освещенности. Сзади у F1S присутствует 13-мегапиксельная основная камера. С BSI-сенсором на 1,3-дюйма с апертурой F2.2. Ну, это, конечно, блин, какой-то, я не знаю, основную камеру можно было бы сделать и нормально с апертурой F1.8. На меня видели хотя бы F2.0, как и фронтальная. Почему заднюю камеру делать хуже, блин, чем фронтальную? Ну, как-то странное решение для создания качественных снимков. Здесь предусмотрен какой-то PDF-автофокус. Какой-то крутой, там, обороченный, не знаю, по крайней мере, громкое название такое. В смартфоне установлено фирменное приложение Beauty 4.0, которое предлагает 7 уровней повышения привлекательности и 2 оттенка кожи для создания идеального оттенка кожи лица. Алгоритм приложения регулярно калибруется на основании множества отзывов пользователей. Вдобавок к ней в OPPO NF1S предусмотрен режим селфи-панорама для создания группового селфи во время большой вечеринки. В селфи камера автоматически активируется движением руки, или словом, через, благодаря чему камера остается неподвижной и минимизирует появление дополнительных артефактов. Из других принятых опций стоит отметить режим эксперта для тонких настроек камеры, функции, двойная экспозиция, таймлапс и создание гиф-анимации. Если честно, блин, я лично никогда не пользовался этими, блин, особыми режимами, там, настроек, но меня вполне устраивает авто, потому что телефон настраивает постоянно, блин, что-то сфотографировать, это куча времени уходит, просто, блин. Я не знаю, если там снимать какие-то неподвижные объекты, там, допустим, нужно что-то снять, допустим, мне, там, фотографирую телефоны, там, да, красиво все было, то, да, там времени полно, то есть можно судить, там, по-мудоку-то, но так в реальной жизни, повседневной, блин, ну, никто никогда не пользуется этими настройками. Помимо мощных камер F1S установлен быстрый сканер отпечатка пальцев, который разблокирует телефон всего за 0,2,2 секунды, того, что очень быстро разблокируется, это автоматически делает его одним из самых быстрых сканеров в мире. К таким разным отпечаткам пальцев можно привозять разные ученицы, в том числе быстрый вызов избранного абонента или открытие приложения. За производительность Oppo F1S отвечает восьмиядерный шести-четырёх их процессор в паре с тремя гигабайтом оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Для отдельности стоит отметить наличие тройного лотка для карты памяти объемом до 128 гигабайта и двух сим-карт с поддержкой LTE формата Nano. Круто! Там что, походу, две сим-карты LTE поддерживают? Ну, это, конечно, неплохо, но если поменьше оба не только LTE поддерживали, а и 3G. Хотя, я думаю, может быть, что за такую цену... Да, но мы ещё до этого доберёмся. Телефон работает под управлением ColorOS 3.0, скорость которой возросла более чем на 30% по сравнению с прошлой версией. В связке с энергоэффективной платформой и дёмкой батареей 3000 мАч смартфон работает от 1 заряда до 14 часов в смешанном режиме. То есть, разговор там, игрушки, видео и так далее. То есть, 3 часов он выживет. Ну, то есть, на один максимум 2 дня работы его должно платить. Ну, 2 дня я, конечно, сомневаюсь, но на один день точно. Аппарат получил 5,5 дюймов экран, покрытый защитным стеклом 2,5D, пернингарелоглаз 4. ОКО F1S будет стоить примерно в 275 долларов и выйдет в золотом, розовом и сером цветах. После старта первой волны продаж, телефон также дебютирует на Среднем Востоке, Северной Африке и Австрии. Вот такой вот у нас был обзорчик. Всё, ставим лайк и подписывайся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok